Участниками «Хрустального петушка» в этом году стали юные таланты из Адлерского реабилитационного центра. Имея сложности со слухом и речью, эти ребята поют и рассказывают стихи. Многие проявили себя и в номинации «Мастер на все руки», представив оригинальную коллекцию рисунков, в которых воспитанники центра изобразили свои мечты. А у каждого они свои. Кто-то мечтает о собаке, кто-то хочет стать знаменитым певцом, большинство же мечтает научиться говорить и петь. Помимо всего прочего, талантливые адлерцы вышивают и лепят. Работы декоративно-прикладного творчества были представлены на специальной выставке. На этом фестивале осуществляется детская мечта. Это деток, которые по праву должны видеть все. Потому что труд этих детей в течение года ознаменован особым усилием для того, чтобы выйти на сцену. Эти дети преодолели очень многое под руководством родителей, педагогов. Одарены особые дети разносторонне. На сцене районного этапа фестиваля «Хрустальный петушок» был исполнен и зажигательный армянский танец, сыграли конкурсанты и на фортепиано. А тексты песен до некоторых друзей доносили с помощью сурдоперевода. Шестой год указанный фестиваль проводится под эгидой общественной организации «Лига женщин «Мост Добра». И Елена Николаевна Пахомова уделяет этому фестивалю большое значение. И 21 ноября, в День города, будут подведены итоги этого конкурса и определены самые лучшие. Но я считаю, что самые лучшие – это все те, кто нашел в себе силы, возможность и участие в этом конкурсе. Как оказалось, успехи эти ребята демонстрируют не только на сцене. В школе юные таланты учатся на 4 и 5. В заключении праздника участников фестиваля, конечно же, наградили, вручили заслуженные дипломы и подарки, но особо отметили труд их мам. Ведь своими достижениями юные дарования обязаны именно им. Чтобы праздник продолжался и мечты сбывались, всем этим ребятам предоставляется возможность проявить себя на городском этапе фестиваля «Хрустальный петушок». Галина Моисеева, Инга Габеш и Олег Кононов, телекомпания «ФКТ».